Давайте теперь разберем две похожие задачки и поймем, чем они отличаются. Первая задачка. Сколько у нас способов выбрать из класса старосту, помощника и дежурного, если в классе учится 30 человек? Как мы с вами поняли, здесь мы выбираем их a и zn пока способами. То есть n в этой задаче 30, k в этой задаче 3. Старосту, помощник и дежурный. Это у нас равняется 30 факториал делить на 30 минус 3. 27 факториал. И ответ получаем 30 умножить на 29 умножить на 28. Теперь посмотрим на правую задачку. Сколько способов у нас выбрать 3 человека для участия в олимпиаде, если в классе учится 30 человек? Чем он отличается от левой? Мы здесь выбираем 3 человек и мы их не должны ни в каком порядке расставлять. То есть если мы выберем их a и zn пока способами, то они у нас будут расставляться в порядке и каждый порядок будет учитываться. Давайте посмотрим, сколько у нас способов учитывать порядок, если мы выбираем 3 человек. Мы выбрали a, b и c. Пусть люди это человек a, человек b, человек c. Это то же самое, что выбрать a, c, b. Это то же самое, что выбрать b, a, c. То же самое, что выбрать b, c, a. c, a, b и c, b, a. То есть у нас в айсен пока для трех одинаковых людей учитывается 6 разных способов. Но нам это не нужно, потому что мы их не должны ни в каком порядке расставлять. То есть мы для одного способа еще 5 лишних учитываем. Чтобы это избежать, мы должны поделить на количество перестановок для людей, которых мы убираем. То есть для a факториал. Вот действительно у нас в этой задачке a из 30 по 3 и делим на 3 факториал. То есть действительно на 6, а мы с вами это посчитали. Значит получаем итоговый ответ. Ответ 30 факториал делить на 27 факториал на 3 факториал. Давайте разберем более общую задачку. Сколько способов из n человек выбрать k человек? Как мы с вами помнили, мы берем сперва число размещений. И это число размещений делим на количество перестановок для k. То есть сколько способов у нас расставить эти k человек между собой. Потому что мы не должны это учитывать. Следовательно ответ у нас получается n факториал делить на n-k факториал и делить еще на k факториал. Ну это у нас вот то же самое, что мы с вами тогда получили a из n-k делить на k факториал. И это называется числом сочетаний. И обозначается это как c из n-k. То есть читается c из n-k. И давайте решим вот собственно предыдущую задачку этим способом. Сколько способов у нас выбрать 3 человека для участия в олимпиаде, если в классе учится 30 человек? Но мы должны выбрать 3 человека и не должны их расставлять между собой. Если мы их не должны расставлять в каком-то порядке, то это нужно пользоваться числом сочетаний. То есть мы используем c из n, n в нашей задаче 30, по k, k в нашей задаче 3, c из 30 по 3. Значит итоговый ответ у нас будет 30 факториал делить на 3 факториал, то есть на k факториал, и на n-k факториал. 30-3, 27 факториал.